Ее жизнь как разбег по взлетной полосе, вперед и ввысь. Сначала в небо, потом в космос. Инженер по образованию, швея по увлечению, летчик-испытатель по призванию. Сочетание хороший спортсмен, хороший инженер, летчик-испытатель, летчик-космонавт. Во всех делах, которые она начинала делать, она добивалась высшего уровня. В 15 лет, не сказав родным ни слова, она отправилась прыгать с парашютом. Через год ее допускают к прыжкам из стратосферы. Высота 20 километров, температура минус 50, огромная скорость. Падать надо спиной. Глаза видят звезды, они почти рядом, ближе только из космоса. То, что она решила стать летчиком-испытателем, в семье узнали, когда она уже студентка моей. Не будь Светлана столь упрямой, отец маршал авиации, наверное, постарался бы уберечь дочь от рискованных полетов. В 22 она абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Дальше авиация реактивная. Над ней всегда был какой-то груз. Многие так считали, что да, вот, знаете, когда папа маршал, много легче. Но никто, никакой папа не поможет стать чемпионом мира по высшему пилотажу. С 1980 года Светлана Савицкая в отряде космонавтов. На самых сложных испытаниях она всегда на высоте. Однако два раза ей пришлось покидать ЦПК. Вместе с дублером Ириной Прониной уезжать из Звездного. «Приходит вечером Георг Тимофеевич Береговой, который тогда руководил центром. Ну, девочки, как вы тут живете? Ну, девчонки, ну, чаю налейте, сушечки, сейчас чайку попьем. Сушечек поедим. Попьет с нами все, часов 10. Говорит, ну что, девочки, теперь, значит, так, завтра утром приходит Рафик, вы свои вещички собираете в сумочке и съезжаете с подготовки, вас снимают». Это была проверка на прочность. Савицкая собирала вещи, но вскоре возвращалась обратно. По-другому она и не могла. Постоянная борьба невольно стала ее смыслом жизни. Реакция на вызов – новые достижения. Это Савицкая задолго до американцев предложила, чтобы в открытый космос вышла космонавт-женщина. Тогда ее идея не нашла понимания у руководства. Говорит, вот так, значит, американцы, у них запланировано выход делать в открытый космос. Они хоть будут первые. Как ты думаешь, мы-то должны, значит, мы-то сможем это, успеем? Я говорю, а что же не успеть? Я вообще и говорила, и предлагала, что надо это делать. Два космических старта, три недели на орбите и три часа работы в открытом космосе, где она первой провела электросварку. Таковы космические высоты Светланы Савицкой, которыми по праву можно гордиться.